Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Город С» и Елена Чернявская. С 24 по 28 августа 2020 года в дистанционном режиме состоится молодежный форум Приволжского федерального округа Иволга. Самое приятное в онлайн-формате то, что принять участие в форуме могут теперь не только жители Приволжского федерального округа, но и всей России. Как пройдет форум в новом формате, я сегодня буду беседовать с своими гостями в студии. Еленой Князевой, заместителем директора молодежного форума ПФО Иволга по внешним связям и региональному взаимодействию, и Сергеем Кривчиковым, заместителем директора молодежного форума Иволга по культурно-спортивному направлению. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну что же, достаточно в этом году, ну так вот если уж взять, все проходит в онлайн-формате, и Грушинский фестиваль, и все те культурно-массовые мероприятия, и вот Иволга тоже не стала исключением. Скажите, пожалуйста, как стать участником, что нужно сделать, где нужно зарегистрироваться? Здесь все просто достаточно. Зарегистрироваться можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», непосредственно там. Можно зайти на сайт Иволга форум традиционно и по ссылке зарегистрироваться там. Массу информации размещено в соцсетях, мы размещаем ссылки для того, чтобы упростить процесс регистрации. Вот и все источники. То есть процесс очень прост, простой, доступный, каждый может справиться, ну тем более наша современная продвинка «Молодежь», так? Самое главное только захотеть. Да. Если есть желание, то зарегистрироваться очень легко. Как вообще вы отреагировали вот на такой новый формат, вам, устроителям этого замечательного фестиваля? Ну, понятно, что это было ожидаемо, но тем не менее. Ну, мы, конечно же, как бы с трепетом отнеслись ко всей ситуации, мы все прекрасно понимаем, что, к сожалению, те обстоятельства, которые есть во всем мире, они на нас как бы тоже накладывают отпечаток. Но мы рады, что форум все равно состоится, потому что для нас, мне кажется, было принципиально важно, чтобы форум состоялся даже в таком формате, потому что отпускать на год работу, которая делает форум на протяжении многих-многих лет, по взаимодействию с молодыми ребятами, поиску этих новых талантов, по поддержке новых идей, креативных проектов, для нас это важно. И вот то, что мы даже в эпоху пандемии не бросаем эту работу, а продолжаем, пусть и в онлайн-формате, мне кажется, это очень важно. Ну, вот все-таки, если я не ошибаюсь, шестой раз, да, пройдет форум? Седьмой. Седьмой. То есть шесть раз уже прошел, да, седьмой. И если вспомнить, как, да, и с чего все начиналось, вот какая динамика роста произошла за это время? Ну, колоссальная. То есть большое, какое большое количество людей прошло через форум Иволга, сколько было поддержано проектов, сколько было реализовано классных инициатив и идей, то когда на это вот оглядываешься и смотришь назад, то, конечно, это громада историческая, которая встает за спиной, как бы, всех организаторов с самого первого момента. Я, ну, правда, не с самого первого года на форуме, я со второго, и как бы была такая карьерный рост, сначала там экспертом, потом помощником руководителя смены, потом руководителем смены, сейчас вот помощник заместитель директора. Вот, но это, конечно, огромный путь, огромный труд, при том, с чего начинался и как выглядит форум, например, там в прошлом году, да, в девятнадцатом, и как бы он выглядел в этом году, если бы он был, как бы, оффлайн, скажем так. То есть, ну, порядок круче был бы, да? Ну, мы растем, мы каждый раз растем, не зря с прошлого года мы, как бы, все-таки поменяли немножко формат, поменяли подходы, мы стали форумом Иволга 2.0, как бы, мы немножечко переродились, мы пересмотрели, как бы, форматы в построении всего, начиная от образовательной программы и развлекательной, и спортивной, и подход к конкурсу проектов, как к отбору, и состав дирекции поменялся в прошлом году, ну, то есть, много-много-много работы, все-таки мы... Ну, то есть, изменения эти все-таки пошли на пользу? Конечно, конечно. Есть что добавить, или? Конечно, да. Форум становится полнее с каждым годом, сильнее, я бы сказала, смелее. Выпускников становится, форумов все больше, они становятся успешными людьми, получают уникальные какие-то качества и опыт уникальный, общение, взаимодействие, защита и реализация собственных идей, поэтому, конечно, это, ну, такое большое движение вперед. Ну, не сочтите следующий мой вопрос за нескромный. Означает ли это, что вас просто поддерживают, поддерживают власти, администрация, различные уровни власти, либо все-таки этот фестиваль, этот форум так полюбился нашей современной молодежи? Или это одновременно? Ну, тут, как сказать, без поддержки, потом поддержки такой серьезной и мощной, как бы на очень высоком уровне, конечно, форум бы был другим, если бы он был вообще. Но мне кажется, что очень важно, это те самые горизонтальные связи, которые возникают во время форума между участниками. Хорошо сказали, горизонтальные связи. Да, 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 потому что, когда форум проходит, но общение, процесс какого-то взаимодействия между участниками форума, он не прекращается. То есть ребята начинают общаться, дружить, там, я не знаю, там, мои соцсети там полны, и мы продолжаем общаться с разными там участниками форума разных лет. У нас постоянно есть практика, когда победители прошлых, например, прошлые ИВЛГи помогают, как бы они в формате там советных, менстерства, они становятся, у них уже есть опыт, есть колоссальный, как бы прокачанный навык, которым они, соответственно, могут поделиться с молодыми, с новыми участниками. И мне кажется, что вот ответ на ваш вопрос, что и так, и так, но вот этот вот момент, он очень важен. Скажите, пожалуйста, кто может принять участие? Абсолютно каждый ли, либо все-таки существует отбор? Вы знаете, в этом году уникальность, вообще в чем плюс дистанционного формата? Во-первых, в этом году участниками могут стать все жители Российской Федерации, не только Приволжского федерального округа. Это очень круто, и у нас уже сейчас идет регистрация, активно регистрируются те, кто раньше просто не попадал на форум. И в этом году есть две категории участников форума. С одной стороны, это резиденты, то есть это полноценные участники, это те, кто бы, если бы форум проводился в очном формате, приехали бы и участвовали во всех мероприятиях. И так это будет в дистанционном формате, участие в полной программе, и в образовательных мероприятиях, и в различных курсах soft skills развития, и мастер-классы, и в культурные программы. То есть во всех форматах, которыми наполнен форум, форум участники-резиденты смогут принять участие. Это молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Но кроме этой возможности, даже если человек не становится резидентом, он может быть зрителем форума. И мы ожидаем большое количество зрителей, потому что у этого формата участия тоже есть свои плюсы. Возможно, у вас нет проекта, возможно, вы не стали резидентом форума. Но увидеть всю программу вне зависимости от смены, то есть весь контент, который будет транслироваться на форуме, есть уникальная возможность у зрителей. Нижние границы возраста 14 лет, а верхние без всяких ограничений. Кто угодно, да, с любой территории. Подключайтесь, смотрите, и получайте то, что получают участники тоже. Вот как не назвать опять плюсом такое проведение дистанционного формата? Ведь это плюс многотысячное, наверное, участие жителей России. И вот все-таки возможность приобщиться к этому, пускай даже через онлайн-формат не существует. Ну, это действительно уникальная ситуация, потому что за все время предыдущих проведений форума есть огромное количество желающих, которые хотят просто приехать на Иволгу посмотреть, послушать, пообщаться. Но они не являются участниками форума из-за разных причин. Этот формат позволяет нам наконец-то пустить всех, кто хочет, прямо в самое сердце форума, посмотреть всю образовательную программу, как я сказал. Ну, я очень надеюсь, что мы с вами встретимся через год, и все-таки Иволга пройдет в обычном, привычном формате. А сейчас предлагаю прервать наш разговор и посмотреть сюжет моей коллеги Мэриэл Чан. Она побывала на пресс-конференции, вот как раз посвященной этому событию. Молодежный форум Иволга впервые пройдет в новом формате. Не на Мострюковских озерах, как это было всегда, а в онлайн-режиме на сайте проекта. Там состоятся виртуальные семинары, встречи с почетными гостями, концерты и обучение. Кардинально меняется подход к образовательной программе. В этом году у нас планируется 4 смены образовательных. Помимо этого, еще для участников, резидентов, как мы их называем, будут запланированы soft skills направления. То есть это специальные курсы, которые ребята смогут выбрать в зависимости от своих предпочтений. То есть до этого такого в форме оффлайн не было. Среди направлений наша победа, посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Территория для жизни, смена об экологии, градостроительстве и архитектуре. Мой бизнес поможет молодежи приобрести навыки предпринимателя. А направление науки и цифровые технологии даст участникам новые знания в области дополненной виртуальной реальности, искусственного интеллекта и робототехники. Резидентом форума может стать любой желающий от 16 до 35 лет. Волга – это тоже такой модный, современный, трендовый форум. И я уверена, что очень много будет желающих принять в нем участие. И я уверена, что еще больше проектов будут поданы для участия в конкурсе. Потому что мы сразу снимаем барьер, первая самая страшная встреча с экспертами, когда мне сейчас зададут какие-то каверзные вопросы, будет очень сложно. Здесь я уверен, я могу написать свою заявку. Подать заявку можно до 20 июля через личный кабинет в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Затем загрузить свой проект и пройти отбор. После этого предоставляется доступ ко всем активностям форума и право на участие в окружном конкурсе проектов. Грантовый фонд в этом году составит более 10 миллионов рублей. Форум пройдет с 24 по 28 августа. Глава региона ранее дал поручение обеспечить максимальную техническую поддержку мероприятия, чтобы качество связи было на высшем уровне. Спасибо, Мэрия. Ну, я надеюсь, что она не все тайны раскрыла предстоящего фестиваля. Но вот тем не менее, можете вы сейчас уже привести какие-то цифры, чтобы вот мы ощутили масштаб происходящего, пусть даже онлайн? Ну, начнем с того, что 2000 участников, да, резидентов, как минимум. Мы надеемся, что будет огромная зрительская аудитория, 50 тысяч зрителей. Мы бы хотели, чтобы форум увидели многие люди, программу. Пять дней. Четыре смены. Четыре смены, да. С восьми утра и до восьми вечера практически насыщенная программа, которая построена буквально-таки поминутно, с разумными точками отдыха, с зарядками, разминками, ну, все-все-все. То есть ты не будешь сидеть около компьютера и вот вникать, слушать, слушать, слушать. То есть какое-то развлечение, движение все-таки будет, да, динамик? Да, но сейчас современные технологии позволяют нам даже, ну, как бы, та самая история, когда не сиди у компьютера, мне кажется, она уже далеко другая, поэтому есть смартфоны, есть беспроводные наушники, поэтому можно совершенно спокойно заниматься зарядкой вместе со спортсменами, как бы вместе со всем форумом, вместе с друзьями на 2000 человек. Можно участвовать в мастер-классах, можно смотреть спектакль, там, и так далее, и так далее. Кроме того, у нас очень крутые профессиональные спикеры в образовательной программе. Конечно, все настроены на то, чтобы участникам было интересно и полезно, и будут использовать различные онлайн-инструменты, которых, слава богу, много. И, соответственно, сами образовательные мероприятия будут не простым сидением, а с максимальной включенностью в процесс. Ну, разрешите заглянуть все-таки за кулисы, как вы это все будете организовывать. Во-первых, на какой площадке, с привлечением каких профессионалов, и как вообще, в принципе, это будет выглядеть, если визуально сейчас нарисовать картинку. Ну, визуально у нас есть наш традиционный сайт, и волгафорум.ру. В рамках этого года, сейчас уже на протяжении нескольких месяцев, идет огромная работа, просто я даже не знаю, сколько количества программистов по всей России, большая команда, которая пишет сейчас тот самый софт, который будет обеспечивать работу, бесперебойную работу, огромного количества спикеров, которые работают одновременно, ведь образовательные программы идут одновременно, сразу четыре потока, то есть много-много-много технических сложностей, а так это вы заходите на наш сайт, вы регистрируетесь, вы попадаете в личный кабинет, у вас высвечивается ваше расписание, вы видите спикеров, лекторов, вы видите, о чем это будет, краткие аннотации, вы начинаете... То есть можно уже выбирать, да? Нет, вы изначально выбираете смену, на которую вы едете, и уже в рамках, как бы, той смены, которую вы выбрали, вы получаете тот образовательный контент, который готовят руководители смен. Это тоже огромный труд, это выстраивание вот этой тонкой образовательной цепочки, логики построения, той самой информации, которую руководитель смены, как бы, пытается донести, да, участника, да, до формы. А вот сейчас прямо на секундочку прошу абстрагироваться. Для тех, кто вот впервые сейчас от нас, от вас слышит, что такое Иволга, ну, наверняка есть такие люди, все-таки расскажите, пожалуйста, что это такое, Кого вы ждете? Для кого рассчитан этот форум? Пожалуйста. Вообще, вот сейчас в сюжете мы видели, что Иволга – это форум, который меняет мир. Иволга – это форум без границ. Мы в этом году в этом убеждаемся с новой силой. Иволга – это для всех, кто заинтересован в собственном развитии, кто заинтересован в изменениях вокруг себя, кто заинтересован в творческой реализации каких-то своих проектов. Это люди совершенно разных форматов и в разных направлениях. Мы ждем и тех, кто учится и учит уважать историю своей родины, любить свою страну, разделять свое чувство уважения к своей родине. Мы ждем тех, кто увлечен цифровыми технологиями, кто видит это как свой профессиональный путь, либо как хобби, либо как проектная деятельность. Мы ждем тех, кто хочет открыть свой бизнес или хочет развивать собственный бизнес уже на этом этапе. И мы, конечно, ждем тех, кто хочет менять среду вокруг себя. Я имею в виду молодых урбанистов, градостроителей, архитекторов, дизайнеров, экологов обязательно. Вот такое разнообразие целевой аудитории. Смены очень открытые в этом году. Вот как раз по поводу смены. В прошлом году участники выбирали одну из смен, да, из десяти. Что изменилось в этом году? Четыре смены будет в этом году. Да, это образовательная программа, состоящая из четырех смен. Смена – это тематика какая-то, правильно? Да, это образовательная тема. Я их назову и станет понятно. Первая смена, ну, одна из смен – это смена «Наша победа», тоже анонсировалась она в сюжете. И я, как руководитель смены «Наша победа», не могу особо ее не выделить. Мне кажется, она одна из самых важных, особенно в год 75-летия «Победы». И что уникально в этой смене в этом году, что мы максимально расширили границы для целевой аудитории. Ну, то есть это и представители крупнейших патриотических организаций, объединений и движений, юноармейцы, волонтеры «Победы», поисковики российские. Это и представители российского движения «Школьников». Более того, мы приглашаем не только юных патриотов, мы приглашаем еще и молодых педагогов. Мы приглашаем организаторов событий в сфере патриотического воспитания. Скажите, охотно откликаются, приходят? Вы знаете, если заглянуть одним глазком на сайт, где идет регистрация в АИС «Молодежь России», то да, активно очень регистрируются молодые люди, и в том числе те, кому не 18, не 17, а до 35 лет тоже. Даже представители органов местного самоуправления на нашу смену, например, на нашу «Победу» регистрируются, и представители органов исполнительной власти, те, кто работает в этой сфере, в этой среде с молодыми людьми. Вот так объединяются. А сможете ли это всем предоставить слово? Ну, я надеюсь, что да. Формат позволяет, и дистанционный в том числе, да, обязательно все смогут себя проявить. В смене «Мой бизнес», да, это еще одна смена, я говорю, что сюда мы приглашаем молодых предпринимателей, и совершенно на разных ступеньках развития находящихся, да, тех, кто с идеей бизнеса и хочет вывести бизнес, да, на рынок, и, соответственно, те, кто уже с таким успешным бизнесом хочет найти какие-то партнерские связи, развитие, масштабирование и так далее. Молодых ученых, тех, кто увлечен цифровыми технологиями, приглашаем на смену наука и цифровые технологии. Программа тоже разнообразная, модульная, и про цифровые университеты, и про цифровые регионы, и про цифровую экономику, и про технологии, и про особенности внедрения, будем говорить на смене. И еще не поздно зарегистрироваться? Совершенно. До 20 июля можно регистрироваться смело, и я всех призываю это активно делать, не опоздайте, мы вас всех очень ждем. Сергей, скажите, пожалуйста, а что вообще ожидается в этом году? Какие программы, события, мастер-классы, возможно, тренинги, тематические площадки? Вот все это будет ведь в онлайн формате. Это будет в онлайн, но еще поправлю, четвертая смена, территория для жизни у нас еще есть, куда мы зовем молодых урбанистов, то есть те, кто хочет менять среду, окружающий мир вокруг себя. Но помимо образовательной программы, мы все-таки постарались, стараемся как-то попытаться, ну, чтобы возникло все равно ощущение атмосферы форума, которая была тогда, когда форум проходил на нашей фестивальной поляне. Но мы очень сильно стараемся. Мы хотим, чтобы форум был пронизан всевозможными способами общения. Поэтому мы делаем не только образовательные части, какие-то развлекательные вещи, которые вы просто потребляете как потребитель, но мы все-таки за культуру соучастия, чтобы мы вместе что-то делали. Поэтому есть у тебя отдельная программа мастер-классов, где можно будет вместе с другими участниками учиться каким-то прямым навыкам и повзаимодействовать. Мы придумали несколько живых форматов для нетворкинга, чтобы ребята могли выстраивать знакомиться, выстраивать какие-то связи между собой, начиная от простых инструментов, таких как чатик или там онлайн-чайный, где можно в режиме видеочата пообщаться с друг с другом, обсудить образовательную программу, обменяться какими-то мнениями, идеями, которые возникли во время лекции, до прямых инструментов знакомства, таких как чат-рулет, например, когда мы хаотичным порядком, на основе определенного алгоритма, нас, участников, сталкивает друг с другом тет-а-тет. И с партнерами, да, что важно? И с партнерами, с участниками, с представителями бизнеса, с представителями науки, власти, как бы, ну просто разные, где люди могут пообщаться, узнать, что как я могу быть вам полезен, там, здравствуйте, меня зовут Сергей, там, я могу быть вам полезен в таких-таких ситуациях. Они быстро обмениваются, налаживают связи, которые потом помогут им и в реализации проектов, и в фантазировании каких-то новых идей, в генерировании их, да и просто, может быть, найти новых трусей. Есть еще один важный момент. В этом году в образовательную программу внедрен курс развития soft skills, мягких навыков. Это уникальная, опять же, история для форума, и в течение всех пяти дней каждый участник по результатам тестирования выберет себе один из четырех курсов развития, да, разного уровня, разного набора soft skills, и будет их развивать в такой образовательно-тренинговой программе с мастерами, с тренерами, будут получать задания, выполнять их, и выйдут с определенными результатами. Слушайте, ну, заинтриговали, действительно, очень серьезно. Хочется, конечно, пожелать, чтобы все у вас получилось, и самое главное, чтобы все задуманное реализовалось. Ведь это очень важно, но вот, тем не менее, вы сказали, Сергей, слово атмосфера сразу. У меня вот картинки прошлого года. Давайте вместе вспомним, как это было, и посмотрим форум ИВЛГ 2019 года. Это архивный сюжет, и я еще раз повторяю, что это было в прошлом году, в этом году будет иначе. Но, тем не менее, это было. Давайте посмотрим. На фестивальной площадке Мострюковских озер собрались самые талантливые и креативные молодые люди из 14 регионов Приволжского федерального округа, 62 субъектов России и 10 стран СНГ. Участники будут жить в палатках в одном из самых живописных уголков Самарской области до 30 июля. Для них организовали 10 разнопрофильных смен, мастер-классы и увлекательные лекции. Кроме того, участникам предстоит защитить свои проекты. Лучшие будут претендовать на гранты. В этом году призовой фонд ИВЛГ составил 10 миллионов рублей. Один из участников форума – самарский студент Матвей Раков. Он еще не разработал свой собственный проект, но планирует сделать это в будущем. В будущем мы сможем без проблем написать новые проекты свои. И здесь нас научат это делать. Нам покажут направление, куда нам нужно идти для того, чтобы проект был актуален, чтобы он был необходим в будущем не только нам, но и вообще всей России. Различные тематические площадки крупномасштабного форума осмотрел губернатор Дмитрий Азаров. Он познакомился с талантливой молодежью и выслушал каждого, кто хотел поделиться своими идеями. Это очень хорошая площадка для энергичных, талантливых, для желающих людей что-то достичь в этой жизни, изменить мир к лучшему. Одной из таких площадок стал инклюзивный городок, который создали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Азаров сделал памятное фото с участниками. Ну что, давайте что-нибудь эмоциям дадим! После этого губернатор познакомился с молодыми людьми из смены труд-крут. Дмитрий Азаров пообщался с будущими строителями и послушал песню «Кострапов гитару». И снова отряды дорогами прыгнами уходят на свете и трассе. Самая яркая часть церемонии открытия форума прошла на главной сцене фестивальной площадки. Битбокс, танцы и отличное настроение. Один из крупнейших молодежных форумов страны открыли на главной сцене Мострюковских озер. И Волга моя семья, и Волга моя семья. Уже сегодня все участники форума разошлись по профильным сменам. Совсем скоро на Иволгу приедут главы регионов Приволжского федерального округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители некоммерческих общественных организаций, промышленных предприятий, представители научного сообщества, а также прославленные спортсмены России. Прошел форум в 2019 году. В этом году он будет проходить онлайн. Собственно, об этом мы с вами сегодня и говорим. И все же он будет не хуже. Он будет другой. Но всегда есть возможности. Мне кажется, нужно пробовать что-то новое, нужно пробовать новые способы. И мне кажется, что несмотря на то, что он будет онлайн, несмотря на то, что он будет в сети, мне кажется, что вот то самое настоящее какое-то чувство Иволги, оно, мне кажется, останется. Ну и возможности. Да, возможности ведь никак не ограничиваются по сравнению с форматом, который был раньше в истории Иволги. Может быть, даже в некоторой степени кому-то из участников будет комфортнее защищать те же самые проекты. Но эмоционально спокойно никак не нужно. Отставить свои заявки, да, совершенно верно. Поэтому, с одной стороны, это может быть не так знакомо, как обычный формат. Может быть, нам не будет доставать какого-то личного такого общения, взаимодействия. Но я уверена, что потенциал даже у дистанционного формата форума просто безграничный. Ну, кстати, форум Иволга – это ведь не только возможность для молодежи получить новые знания, но и, что немаловажно, получить средства на реализацию своего проекта. Скажите, пожалуйста, такая возможность, я надеюсь, будет в этом году у участников форума, да? Да, возможность эта сохраняется, естественно, она ничуть не меньше, чем раньше. И я должна сказать, что уровень проектов, уровень проработанности, творческости, что ли, самих проектов, с каждым годом растет у наших участников. Мы этим очень гордимся, и поэтому предоставляется возможность принять участие даже в двух конкурсах в этом году. Это конкурс проектов Росмолодежи и конкурс окружной, самой Иволги. Здесь есть небольшая разница, но в любом случае свои проекты участники смогут подать на оба конкурса, один или на два конкурса, если позволят номинации, в которой выбраны идеи проекта, или разные проекты в разные номинации, возможностей масса. На сайте информации это тоже есть? Совершенно верно, да? Да, конечно, везде в открытом доступе этой информации. Я вкратце о различиях, наверное, могла бы рассказать. Ну, участниками конкурса Росмолодежи могут стать участники форума от 16 до 30 лет. Это одно из первых различий, о которых мы говорим. Да, участники конкурса самой Иволги, окружного конкурса, являются участники форума в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Приволжского федерального округа. Есть небольшая разница в датах проведения форума, ну, то есть подачи заявок. Да, они ограничены в первом случае с 26 июня, уже сейчас это мы делаем, до 18 августа уже идет прием заявок. А конкурс Иволги, можно будет в нем поучаствовать с 28 июля по 10 августа, заявку подать. По 9 номинаций в каждом конкурсе, где можно свою идею представить. Все перечислять не буду, но мне кажется, они охватывают все сферы деятельности молодежи и не только молодежи. Реализовать проект можно будет и в 2021 году, в разные сроки, обратите на это внимание на сайте. Ну и, конечно, финансирование. Грант Росмолодежи можно получить в пределах полутора миллионов рублей, да, то есть достаточно серьезная сумма. Да, неплохие деньги. Да, и в рамках конкурса Иволги, окружного конкурса, максимальный объем гранта составит 500 тысяч рублей, без ограничения нижнего объема. Тоже поддержка существенная, конечно. Да, то есть можно и маленькие инициативы реализовать, и более затратные, крупные, какие-то масштабные проекты. Всего общий объем финансирования конкурса Иволги 8,5 миллионов рублей. В этом году шансов, мне кажется, предостаточно. И победители обязательно будут, и никто без поддержки, без призов не останется. Абсолютно. Сергей, а вот расскажите, пожалуйста, о наиболее успешных проектах, о победителе и формах уже реализованных. Ой, такой хороший вопрос, один из моих любимых, потому что, но всегда приходится выбирать, всегда приходится выбирать. Ну, можно... А сейчас выбор очень сложный. Да, да, да. Но я бы вспомнил, наверное, несколько проектов из разных сфер. Мне, как человеку с театральным образованием, например, как бы близкие смены, как руководителю в прошлом смены, как бы культурный бум, близкие мои победители, скажем так. У нас было несколько вещей, несколько крупных историй, которые выигрывали на протяжении нескольких лет гранты. Это и поэтическая школа, и драматургические школы, которые происходят в Самаре. Театр местодействия молодежный вместе с Артемом Филипповским выигрывал такой грант. И проводили большую работу на территории Самары. Было поставлено несколько пьес. Были сделаны большие, как бы, актерские, режиссерские работы. Если не трогать, не только смены, выходить в разные, то в прошлом году был очень классный, мне очень такой понравившийся проект, если не ошибаюсь, он назывался «Псарь». Это подготовка... Профессиональных собак. Профессиональных собак. Да, очень крутой проект. И уже очень много сделано в рамках этого проекта. Девять собак-спасателей на водах аттестованы. Подготовка собак-помощников для людей с ограниченными возможностями здоровья в Самаре. И множество мероприятий, в том числе образовательных, уже состоялось. В проекте участвуют другие некоммерческие организации. Оказывается, им помощь. Автор проекта Киселев Артем. Кинологический центр «Псарь». Профессионально о собаках называется. Сумма поддержана на 300 тысяч рублей такой проект. Спасибо вам большое за такой позитивный разговор. Хочется пожелать, конечно же, успеха в реализации всего того, что вы задумали. И, конечно, в такое непростое время поддерживать нашу молодежь. Спасибо вам большое за это. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова